добрый вечер это ток-шоу с глазу на глаз мы в прямом эфире скоро зима и вопрос как добраться человеку из пункта а в пункт б становится на сегодняшний момент намного острее чем это было ранее готова ли макеевка на сейчас обеспечить бесперебойную возможность подвоза пассажиров узнаем у сегодняшнего гостя программы начальника макеевского отдела транспорта александра коренева александр гендж добрый вечер добрый вечер спасибо что вы здесь спасибо что готовы отвечать как на мои вопросы так и на вопросы наших телезрителей ну как я уже сказал скоро зима как готовятся перевозчики к этой паре года первую очередь конечно хочу поблагодарить вас за приглашение что касается вопроса на сегодняшний день уже проведено не одно совещание как с руководителями предприятия так и непосредственно на самих предприятиях проведены дополнительные инструктажи водителей по эксплуатации транспорта в осенне зимний период что касается подготовки самого транспорта практически везде уже резина заменена достаточно подготовлены запасы как угля и других материалов для обогрева предприятий заготовлен посыпочный материал чтобы на территории предприятия транспорт мог передвигаться нормально и в общем то все что положено к зиме замена охлаждающей жидкости проверка всех систем угловых агрегатов практически уже завершена для водителей я понимаю тоже поводится какой-то особый зимний инструктаж если так можно выразиться да это естественно но как показывает практика к сожалению не всегда это достаточно эффективно люди всегда остаются людьми и не всегда достаточно серьезно подходят к выполнению своих задач как показывает практика самый страшный гололед это первый не всегда человек может это касается в принципе всех водителей не всегда он может адекватно и быстро изменить стиль вождения своего оценить дорожные условия то есть когда уже это наступает тогда да тогда люди понимают что нужно немножко по-другому двигаться немножко по-другому относиться к дорожным условиям из к скорости движения вас различным возможным возникновению ситуации пока все это идет только на уровне профилактики и предупреждений зимой приходится уменьшать интервал между движениями маршрутных такси и автобусов чтобы люди скажем так меньше ожидали на остановках или здесь все остается как и было раньше дело в том что в принципе график движения транспорта в основном все равно согласовывается с пассажиропотоком если есть пассажиры то и интервал движения транспорта выставляется в соответствии больших изменений то есть сентябрь октябрь ноябрь больших изменений пассажиропотоков как показывает практика не наблюдается естественно может быть уменьшится время отстоя то есть будут связи с тем что время движения в пути транспорта изменится поэтому время отстоя сократится время отправления график движения в общем то он практически остается на том же уровне ну то есть зима скажем так особых корректив в работу в расписание не вносят перевозчикам кроме как те погодные условия которые мы можем иметь на улице я могу сказать что зима вносит коррективы причем очень небольшие по времени работы транспорта все таки связи с тем что сейчас достаточно рано темнеет люди стараются побыстрее вернуться домой поэтому вечернее время пассажиропоток заметно уменьшается вот это единственное что меняется в связи с приходом зимы в связи с ранним наступлением темноты если сегодня в макеевке проблемные маршруты где возникают сложности с подвозом пассажиров если да то где я бы не сказал что у нас есть какие-то такие маршруты где проблемы возникают стабильно к сожалению да проблем не избежать и они возникают время от времени на различных маршрутах мы помним одно время у нас были вопросы по шестому маршруту ханжон кого центр прошлую зиму у нас очень серьезные вопросы были после по работе седьмого маршрута связано было с тем что недостаточно было транспорта то технические поломки то болезнь водителей это все сказывается да у нас были отдельные моменты такие ну сказать что есть постоянные какие-то проблемы я бы этого не сказал поэтому если что-то возникает стараемся мы оперативно реагировать и эти все проблемы решать есть телефонный звонок давайте послушаем нашего телезрителя вечер добрый вам представьтесь пожалуйста и ваш вопрос добрый вечер в эфире здравствуйте если можно чуть громче проживаю по улице карла маркса в центральном районе я прошу ответить александр евгеньевич распространяется льготы на маршруте 28 для ветеранов органов внутренних дел органов ветеранов труда и ветеранов войны и еще один вопрос дополнительно покажем маршруту водитель и и право отказывать вас если с этой остановки он забирает людей а она не высаживает говорит что у меня на 19 остановка это конечно у меня остановок нет у я ветеран я болею у меня есть необходимость остановиться на 20 линии он не останавливается хорошо спасибо за ваш вопрос пожалуйста спасибо за вопрос я к сожалению не расслышал имени отчеству что касается перевозки льготных категорий пассажиров значит у нас согласно законодательства льготную перевозку категорий пассажиров предусмотренных законодательством осуществляет транспорт работающий в обычном режиме хочу объяснить что это значит обычный режим это автобус который движется от пункта отправления до конечной остановки со всеми обязательными остановками предусмотренными паспортом маршрута они определены в том числе и остановки по требованию этот транспорт на всех остановках должен останавливаться вне зависимости даже от того если пассажиру выходящий входящий то есть это предписано правило транспорт который работает в режиме маршрутного такси он движется от остановки пункта управления до пункта назначения без остановок останавливаться только при наличии пассажиров в местах где это не запрещено правилами дорожного движения то есть он может по требованию остановиться даже вне так сказать тарифной остановки то есть ситуация получается так если человек имеет право на льготу то он имеет право проезда в общественном транспорте работающим в обычном режиме останавливающийся только на установленных остановках это касается наших автобусов основных маршрутов 1 2 3 6 7 19 20 30 ну и так далее но естественно наших троллейбусов те тот транспорт который работает в режиме маршрутного такси субвенцию за перевозку льготных категорий пассажиров он в принципе получать не может по определению поэтому здесь уже ситуация получается взаимоисключающий александр ген что касается второго вопроса если на этой остановке как говорит телезритель людей перевозчик берет скажем так то почему на этой остановке он тогда не может высаживать в общем-то не совсем понятный вопрос если берет людей то и высаживать он естественно тоже должен то есть если пассажир есть который выходит почему-то он обязан то есть если это не и не нарушает правила дорожного движения он должен остановиться и хочу добавить что принципе законодательством предусмотрено законом об автомобильном транспорте в статье 60 если мне не изменяет память предусмотрена ответственность за безосновательный отказ перевозки льготной категории пассажиров к сожалению контролирующие органы которые имеют право данную санкцию накладывать это на сегодняшний день реформированная структура укротрансинспекция количество сотрудников настолько мало что эта статья практически можно сказать не работает спасибо есть еще один телефонный звонок говорю добрый вечер нашему телезрителю представьтесь пожалуйста и службе вас здравствуйте здравствуй в эфире добрый вечер меня зовут сергей у меня вопрос такой я работаю в донецке ну и частенько приходится наблюдать такую картину по отношению не только ко мне другим пассажирам садящимся на автобус или на маршрутное такси даки вернее центр даки где значит маршрутный такси номер один подъезжает значит стоит необыкновенная очередь так называемая мазолей вот стоят две маршрутки ни одна из них не подъезжает не знаю не хотят или всю макеевку сразу перевести я говорю честно я езжу или с зажатым значит или зажатой одеждой с открытыми губами которые остаются на улице я не знаю что по отношению вот зимой я прошлый год помню это вообще люди стоят мерзнут значит водители маршрутных такси сергей мы в принципе ваш вопрос поняли спасибо за вашу реакцию давайте дадим возможность высказать александр евгеньевич ваш комментарий спасибо за вопрос что касается данного маршрута ну скажу так честно что я даже сам выезжал неоднократно в вечернее время делали мы хронометраж проверяли приглашали и руководителей перевозчиков этого маршрута проверку проводили и без них это было и в 22 и 23 часа летом посмотрели мы как работает этот маршрут сказать что есть большие нарушения в графике отправления я бы не сказал идет он до 23 часов с интервалом максимум 5 ну 6 минут дело в том что да действительно автобус микроавтобус подъезжает на платформу люди стоят на посадочной платформе автобус подъезжает и проходит погрузку здесь в общем то отправляется он по графику почему он не подъезжает и почему люди не садятся в этом тоже есть проблемы есть человеческий фактор наблюдали мы такую ситуацию когда люди уже сели время отправления автомобиля еще не подошло там 1-2 минуты остается пассажиры бывают разные начинаются высказывания почему мы не едем смотри мы уже вот тут все сидим кого-то еще ждешь хочешь так сказать вот набрать все в принципе они идут по графику то что не грузятся на платформе да я думаю мы обязательно проведем дополнительный инструктаж понятно то ли человеку стоять на платформе зимой мерзнуть то ли он будет сидеть в автомобиле пусть там недостаточная такая температура комфортно но это все-таки не улица поэтому к этому вопросу обязательно мы вернемся обязательно проведем дополнительный инструктаж но проблемы как таковой я вижу на сегодняшний день по этому маршруту единственное осталось небольшое количество транспорта так называемой газели это микроавтобусы достаточно мало вместимости они перевозят там 11-12 человек если подходит рута или подходит дельфин где есть возможность перевозить пассажиров стоя в общем-то эти транспортные средства справляются как только подошла газель какая-то одна из них значит все сразу возникает вопрос сразу люди стоящие в очереди с платформы они не могут уехать сразу же не уже вот этот сбой просто следующие вынуждены так сказать подбирать что касается очень часто жалобы у нас идут от пассажиров о том что они вынуждены ехать мягко говоря как селедки в бочке не видел я ни одного случая чтобы водитель выходил за руку брал пассажира и предлагал садись обязательно мой автобус есть человек спешит человеку нужно ехать он готов уехать бывает да в таком положении да это неправильно да будем мы стремиться к тому чтобы транспорт у нас на маршруте работал больше вместимости чтобы люди ехали более-менее комфортных условиях ну к сожалению не все сразу получается в нас в общем-то замена этих машин началась мы буквально пять-шесть лет мы обязательно об этом поговорим есть еще один телефонный звонок добрый вечер мы слушаем вас представьтесь пожалуйста добрый вечер добрый у меня вот такой вопрос я сам являюсь ветераном инвалидами всем прочим скажите как в зонда возможно ли в макеевке каким-то образом обозначить автобусы которые работают в общем режиме и которые работают в режиме маршрутного такси спасибо за ваш вопрос и еще такой вопрос один кто установил такие правила что на остановке должно садиться по два пенсионера там два льготника и не более того спасибо пожалуйста вопрос по ограничению количество пассажиров льготной категории он не предусмотрен ни законодательством и не отдел транспорта не исполкома киевского городского совета естественно на себя такие функции не брал да есть такая ситуация я тоже об этом знаю когда когда мы приходим проверять транспорт на конечную остановку пытаемся этот вопрос перебороть но еще раз вернувшись проблеме перевозки льготной категории пассажиров пока не будет может быть я повторюсь может быть я выскажу свое мнение хотя это мнение высказывал и городской голова и это мнение я слышал неоднократно на совещаниях в облгосадминистрации и в департаменте пока не будет решен вопрос об адресной помощи к сожалению мы будем иметь вот такие отдельные случаи отказов льготной перевозки пассажиров значит что касается да то есть ограничение когда водитель говорит я более двух или трех льготников брать не буду это самодеятельность это самодеятельность что касается обозначение обозначение автобусов значит у нас в принципе все автобусы все автобусы работающие на основных маршрутах они все работают в обычном режиме давайте продолжим каков на сегодняшний день средний возраст подвижного состава общественного транспорта в макеевке проводили мы совсем недавно собирали данные статистические у нас получается средний возраст автобусов 5-7 лет средний возраст микроавтобусов 3-4 года в общем то это уже достаточно большой как обновляется сегодня подвижной состав несмотря в общем то ни на какие трудности есть у нас обновление подвижного состава в том числе и в этом году на шестом маршруте у нас появились новые автобусы иван я должен отметить что перевозчики в основном проводят обновление машин наверное в первую очередь не так часто как хотелось бы этого нам как хотелось бы этого пассажирам проводят они и в основном вынуждена скорее всего приходит уже такой момент когда транспорт невозможно ремонтировать продолжать дальше то есть экономически более выгодно взять кредит и купить новую машину чем продолжать ремонтировать старую то есть перевозчик сейчас находится в том состоянии когда он все-таки больше думает о скажем так своем бизнес интересе нежели чем о комфорте пассажиров если он дожидается только лишь того момента когда машина уже превращается едва ли не металлолом до этого конечно не допустит его не мы его не допустим до этого не допустит контролирующие органы первую очередь государственная автомобильная инспекция потому что этот транспорт все-таки проходит и технический осмотр и он проходит ежедневный предрейсовый осмотр поэтому естественно хлам на линию никто не выпустит но с другой стороны в общем-то это нормальный подход это бизнес это у нас наверное не очень много людей которые занимаются просто благотворительностью если люди хотят работать в этой сфере это естественное желание они хотят зарабатывать давайте послушаем телезрителя вечер добрый вам приветствуем вас и представьтесь пожалуйста здравствуйте здравствуйте татьяна очень приятно пожалуйста ваш вопрос очень интересно внутри было устраивать конечно 111 маршрута донецке вынесли за пределы южного там дождь шел люди стояли подождем мокли сейчас будет снег как это будет выглядеть татьяна спасибо за ваш вопрос но в начале программе я ввел что у нас студия начальник макеевского отдела транспорта а вот возможно вы по какой-то инсайдерской информации насколько я знаю город донецк у них были планы предполагающие вообще вы нас автовокзала южный за пределы центральной части города я не могу ответить к сожалению насколько эти планы когда они будут реализовываться насколько они чем-то подтверждены документально 111-й у нас принципе заказчику был госадминистрация южный это донецкое объединение пассажирских автостанций то есть структура самостоятельно коммерческая я не могу сказать александр евгеньевич я вам вопрос который я хотел бы задать следующим уже в этой студии задавал по поводу того почему макеевки не переходят на более вместительные виды общественного транспорта насколько я помню вы мне отвечали что макеевские скажем так магистрали не позволяют этого делать был я в одном из европейских городов улицы намного уже нежели чем макеевки и там общественный транспорт намного вместительнее спокойно передвигается сказать что у нас не происходит замена на более вместительный транспорт ну наверное будет неправильно потому что мы практически за последнее время избавились от газелей которые ну скажем 10 лет назад это был вообще единственный транспорт транспорта маршрутного такси что касается автобусов большой вместимости на сегодняшний день экономически этот автобус содержать ну для начала его купить львовский автобус хорошей комплектации он стоит полмиллиона но не каждый перевозчик может даже в условиях кредита такой автобус взять поэтому у нас пока идет я так считаю промежуточный те же и ванны те же богданные талоны вот они приходят на смену скажем так наших пазиков потому что к сожалению качество и вообще конструкция этого автомобиля ну наверное уже морально устарела что касается технических характеристик наших улиц и дорог должен сказать что за последнее время наверное до европы конечно нам насчет далековато но в пределах области я встречаюсь с коллегами городов нашей области у нас дорогами последнее время настолько мы продвинулись вперед что я сейчас уже не представляю как люди работают в других условиях по такому ну асфальт просто можно сказать направление спасибо есть еще один телефонный звонок вечер добрый мы вас приветствуем представьтесь слушаем здравствуйте здравствуйте меня зовут любова владимировна у меня такой вопрос скажите пожалуйста почему 30 маршрут автобуса на остановке рудничная больница не берет рвотных пассажиров до остановки плехановской спасибо любова владимировна я обязательно разберусь с этим вопросом встречусь с руководителем с директором этого предприятия я думаю что это нарушение мы ближайшее время устраним лица ремини что можно сказать о статистике дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта здесь можно а сейчас конфликтировать рост или все-таки снижение прежде чем приводить цифры отвечать на этот вопрос хочу немножко предысторию мы пошли по либерализации и достаточно серьезно это касается не только пассажирского транспорта это касается транспорта в принципе у нас украине отменили технический осмотр у нас прошла реструктуризация реформирование органов госавтоинспекции в итоге мы их сократили практически в два раза естественно наверное к сожалению наш народ требует все-таки постоянного к себе внимания поэтому как следствие мы имеем рост в том числе и на пассажирском транспорте рост дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом достаточно серьезно проявляется безнаказанность проявляется безнаказанность и в общем-то не секрет не я один этому свидетелю к сожалению в последнее время мы довольно часто видим на центральных магистралях нашего города когда автобус или микроавтобус проезжает на красный свет чувствуя что он остается безнадзорным есть у меня статистика выявленных нарушений правил дорожного движения докладывали мы ее на исполкоме когда рассматривали основной вопрос к сожалению выявлено с начала года и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения два факта и нарушение правил проезда железнодорожных переездов ну а подавляющее число конечно это превышение скорости запрещающий сигнал светофора проезд пешеходных перекрестов пешеходных переходов нарушения правил обгона то есть достаточно серьезный перечень и я сторонник самых жестких мер тем более это что касается в отношении водителей пассажирского транспорта в Макееве каждый водитель проходит перед выездом на маршрут медицинское обследование да каждый водитель это предусмотрено законодательством это проверяется достаточно серьезно в ближайшее время у нас планируется с помощью областной наркологии мы предполагаем проверить организацию предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей те которые проходят или на предприятии или те которые проходят по заключенным договорам этому вопросу уделяется очень серьезно Александр Ильич, только до выезда проверяют медики или после завершения рабочего дня тоже проверяют? по законодательству водитель обязан пройти как предрейсовый так и послерейсовый медицинский осмотр жители Макеевки периодически жалуются на работу перевозчиков мы тому свидетели по звонкам наших телезрителей сейчас каков процент вот этих жалоб подтверждается а какой скажем так можно отнести на совесть людей которые иногда хотят чего-то большего чем может быть в реальности? последнее время к сожалению это касается в первую очередь наверное такой формы обращения как на сайт городского головы ну вот недалее как сегодня было обращение вчерашнее когда человек обращается от имени жителей поселка оставляет контактный телефон 8 единиц когда написано ни о чем и вопрос не конкретизирован ну ничем то есть работать с этим обращением практически невозможно если есть указано время дата номер маршрута номер автобуса что произошло практически всегда мы доводим это обращение до логического завершения в то же время должен сказать что действительно их немного но есть такие обращения которые мягко говоря не подтверждаются то есть когда начинаем разбираться и слышим от заявителя такие фразы порой а почему я должен удостоверение предъявлять в развернутом виде а я его с собой не беру и я его боюсь потерять я его дома оставляю к сожалению такие факты бывают вот их немного но тем не менее еще если в общем числе говорить да о тех жалобах которые скажем так подтверждаются и которые нет их допустим по сравнению с тем же периодом прошлого года их стало меньше или они находятся на том же уровне по состоянию за октябрь месяц практически уровень остался тоже общее количество незначительно снизилось ну по месяцам там есть разброс на что больше всего жалуются макеевчане самое большое количество жалоб это естественно отказ льготной перевозки причем не просто отказ льготной перевозки а бывают такие ситуации когда проехал мимо остановки где стояли пенсионеры или высаживают в неположенном месте хамство грубость пока мы к сожалению от этого еще не ушли Александр Евгеньевич вы сказали о том что сегодня действительно качество дорог в Макеевке намного лучше нежели чем несколько лет назад однако все равно есть еще те магистрали которые транспортников вызывают серьезные нарекания насколько вот соответствующие службы реагируют на те предписания возможно которые вы даете что ту или иную магистраль или дорогу необходимо скажем так если не капитально отремонтировать то хотя бы подлатать начнем с того что при форме формирование программы ремонта уличной дорожной сети наши предложения в том числе и согласованные с районными администрациями они учитываются управлением жилищно коммунального хозяйства и упор делается в первую очередь на те улицы где проходит общественный транспорт да нам хотелось бы большего да мы хотим чтобы большее количество дорог было в соответствующем состоянии да хотелось бы допустим вот в настоящее время использовать улицу депутатскую отличная улица идет параллельно ленина если бы она была в таком состоянии как улица островского сегодня мы могли бы пустить по ней общественный транспорт он бы разгрузил улицу ленина было бы удобно жителям поселка новые планы было бы удобно жителям прилегающим там улица трубицына если на устрой то есть это было бы движение вперед пока к сожалению не все у нас получается тем не менее посмотрите в этом году у нас капитально отремонтирована дорога в ясиноватую она не ремонтировалась прошу прощения ну наверно в течение 20 лет ехать в землянки это же была вообще катастрофа сейчас там замечательная маэстраль да у нас в прошлом году отремонтирована объездная по горнятскому району во-первых это центральный проспект разгрузило потому что очень много легкового транспорта ушло на объездную дало возможность работать нормально автобусом и троллейбусом то есть серьезные движения идут вперед и те предложения которые мы вносим ну по мере возможности их делают во всяком случае нас слышат спасибо давайте послушаем нашего телезрителя добрый вечер ваш вопрос и представьтесь добрый вечер добрый я хотела бы задать такой вопрос в сторону донецка черемушек бажанова пенсионер может уехать бесплатно на троллейбусе и хоть на каждой остановке по два человека но берут в сторону зеленого красной звезды объединенного тоже водители берут автобуса пенсионеров почему в сторону холодной балки это микрорайон октякский 55 квартал ни одного транспортного средства такого нет спасибо не расслышал к сожалению не назвали как зовут до заявителя что касается маршрута 60 у нас там работает ежедневно около восьми автобусов работают частные предприниматели субъекты предпринимательской деятельности к сожалению нет у нас там предприятия которое бы там работало тем не менее вопрос этот возникал не единожды предупреждены все письменно под роспись что должны в любом случае так как они работают в обычном режиме должны перевозить льготную категорию поэтому мне нужен факт отказа с указанием даты времени номера машины и что произошло и я думаю что это будет так сказать показательным примером для всех остальных постараемся мы досрочно расторгнуть договор на работу на этом маршруте спасибо еще один телефонный звонок у нас есть у меня большая просьба к нашим телезрителям представляться пожалуйста в эфире для того чтобы мы могли понимать с кем мы имеем честь беседовать и кому собственно говоря обращаться с ответом на ваш вопрос еще раз добрый вечер вы в эфире говорите пожалуйста добрый вечер добрый меня зовут Тамара Яковлевна я хотела бы задать такой вопрос почему автобус подъезжая к остановке открывается только одна дверь и люди выстраиваются в очередь чтобы произвести оплату спасибо Тамара Яковлевна нет еще один вопрос можно задать пожалуйста и почему у нас в автобусах такая грязь сиденья чехлы не стирались видимо лет десять со шторочек летит пыль уж если повесили шторочки хотят быть культурными значит пожалуйста пусть хотя бы раз в три месяца или полгода производят чистку или стирку спасибо Тамара Яковлевна сейчас попробуем узнать ответы на ваши вопросы спасибо Тамара Яковлевна но вопрос вообще хотелось бы еще раз повторяю хотелось бы слышать конкретные факты потому что у нас ежедневно в городе выходит на линию ну порядка 500 единиц транспорта из них около двухсот автобусов триста микроавтобусов и я уверен на сто процентов что не весь транспорт имеет такой вид да факты такие есть ну пожалуйста называйте хотя бы маршруты где это все к сожалению нет у нас возможности учитывая количество людей сразу охватить все поэтому периодически мы отрабатываем или конечные наши автостанции или отдельные маршруты и есть достаточно примеров когда люди обратились с указанием конкретного маршрута конкретного перевозчика да мы выехали поработали плотно с водителями и с руководителями и после этого спасибо получили благодарность за реакцию навели порядок Александр Евгеньевич а есть ли какая-то периодичность которую должны соблюдать перевозчики для санитарной чистки своего транспорта транспорт в принципе должен быть чистым к сожалению нет такого у нас законодательного определенного что такое что такое то есть когда автобус выходит на маршрут он должен быть чистым он да в течение дня по погодным условиям может быть там какая-то грязь которая вместе с обувью заносится в салон но автобус выходя на маршрут он должен быть чистым и это однозначно вот что касается то касается и тех же самых штор и чехлов в общем-то в нормальных предприятиях это регулярно и стирается и штопается вот хотелось бы только чтоб еще пассажиры относились к этому как к своему не ставили ни вещей грязных на сиденья не рвали обшивку что касается одной двери я так понимаю что это в основном транспорт который работает без кондуктора водитель выполняет роль и кондуктора и водителя и всего остального поэтому да к сожалению так для того чтобы взять плату за проезд очевидно открывает одну дверь то есть это нельзя допустим сказать о том же самом троллейбусе где открываются все двери потому что там есть кому обиличивать пассажиров Александр Ильич спасибо вам большое что вы перешли к теме электротранспорта в частности троллейбуса скажите может ли вот троллейбус в ближайшее время в Макеевке хотя бы частично заменить автомобильные перевозки и вот за последнее время что говорит статистика больше людей выбирают этот вид транспорта для передвижения вы знаете начиная с того что почему троллейбус не может полностью заменить автотранспорт дело в том что троллейбус мы не можем маневрировать направление движения и конечные остановки он все таки привязан к троллеям поэтому полностью заменить на каких-то отдаленных маршрутах естественно этого не произойдет что касается наших маршрутов центральных где троллейбус работает и работает достаточно успешно и вопрос правильный за последнее время количество пассажиров пусть незначительно но все таки растет обусловлено это тем что в общем-то троллейбус с одной стороны работает достаточно стабильно с другой стороны на сегодня цена гривна 25 копеек такой цены нет поэтому люди в общем-то выбирают и в том числе по возможности оплатить увеличить количество троллейбусов сегодня не совсем готово наше предприятие это обусловлено состоянием сетей электрических макийский троллейбус дотационный на сегодняшний день естественно и дотационный он в первую очередь потому что перевозит он льготную категорию без ограничения из бюджета предприятия ну приблизительно 15 миллионов в год само предприятие зарабатывает всего 3 с небольшим миллиона 4,5 миллиона в этом году предусматрено дотации из городского бюджета 7 миллионов мы ждем за субвенцию по льготной категории пассажиров из бюджета государственного то есть опять же мы возвращаемся к тому что он может быть этот транспорт рентабельный только в том случае если пассажир будет оплачивать поезд сегодня существует такой коэффициент 3,45 это значит на одного платного пассажира перевозится ну грубо говоря три с половиной пассажира бесплатно делали мониторинг реально эта цифра даже немного больше то есть получается сегодня в макеевском троллейбусе на одного оплачивающего наличие 4 человека которые едут бесплатно поэтому говорить о рентабельности пока естественно мы не можем а проблема компенсации я так понимаю с ответом на ваши вопросы с государственного бюджета на сегодняшний день продолжает оставаться актуальной и деньги поступают не все как то положено Могу отметить что в этом году положение субвенции улучшилось и улучшилось очень серьезно если в предыдущие годы из государственного бюджета практически не поступало ничего а если поступало то это были не живые деньги а взаимозачеты в этом году из 11 ну немного больше 11 миллионов на сегодня получили перевозчики уже практически 8 то есть таких цифр у нас не было очень давно но в то же время вот эти 11 с небольшим миллионом составляют всего 20 процент от бюджетного запроса то есть количество льготников компенсирует перевозка льготников из государственного бюджета предусматривает компенсации на 20 процентов а фактически выплачивается пока еще и не в полном объеме что касается маршрута Донецк-Макеевка когда вот высказана идея которая уже давно муссируется а станет реальностью эта идея обсуждалась весной этого года и в общем то нашла поддержку и понимание как в городе Донецке так и в городе Макеевке проходили совещания на уровне областной государственной администрации наверное к сожалению с проведением Евро 2012 эти работы были немножко приостановлены то что сегодня мы имеем те задания которые получила Макеевка предоставить технические условия предоставить расчеты параметры предоставить картографические материалы это все направлено в проектную организацию задание было выдано Донецким городским исполкомом пока после того как мы все исходные данные от себя направили пока как бы ответа на эти вопросы мы не получили а сегодня можно говорить о скажем так цене вопроса во сколько обойдется реализация этого проекта самое главное кто будет финансировать назывались различные цифры точно сказать сложно почему потому что необходимо приобретение нового подвижного состава то есть есть троллейбусы в Донецке есть троллейбусы в Макеевке и даже если будет часть троллейбусов использоваться скажем так с пятого маршрута нашего и с маршрута до горностаевский города Донецка все равно нужно определенное количество их приобрести по различным данным там были цифры названы и 10 и 12 и учитывая стоимость троллейбуса на сегодняшний день минимум полтора миллиона это достаточно серьезная цифра что касается технических самих затрат значит со стороны Макеевки предполагалось устройство дополнительного питающего вода для поддержания нормального напряжения в сети небольшое количество там перемычки троллей то есть само техническое обеспечение этого маршрута оно не такое большое для города даже Макеевки и тем более для бюджета города Донецка но финансовое бремя получается ложится на два города или областная область тоже будет? вопрос пока до сих пор открытый с одной стороны по законодательству это междугородний маршрут и в общем-то это должна заниматься областная государственная администрация с другой стороны есть два предприятия городских как этот вопрос будет решаться с юридической и с финансовой точки зрения пока я не могу это сказать насколько я знаю сейчас пока решается вопрос именно о техническом обеспечении данного управления то есть от этой идеи отказываться никто не собирается потому что уже и ходили подобного рода слухи пока у меня такой информации нет Александр Евгеньевич будучи в этой студии вы говорили что в Макеевке есть проблемы с троллеями с их качеством что удалось сделать в решении этого вопроса насколько позволили финансы заниматься этой проблемой в этом году благодаря опять же помощи города поддержки из городского бюджета помине был заменен участок контактной сети это в районе улицы Трубицына так называемая Бутовского поворота ну к сожалению этот участок там всего около полутора километров и учитывая всю протяженность больше 38 километров и износ который составляет ну практически 50 процентов это достаточно немного но тем не менее это был самый аварийно опасный участок с самым повышенным износом поэтому в этом году мы его сделали будем надеяться что будет возможность и у предприятия и очень хотелось бы чтобы была возможность у города продолжать эти работы потому что наши пассажиры уже относятся к нашему троллейбусу серьезно и достаточно большое количество людей с которыми я лично разговаривал говорят это очень удобно спокойно без суеты без далки ну разница движений по улице Ленина от конца в конец составляет максимум 3-4 минуты между маршрутным такси да учитывая остановки на светофорах учитывая загруженность улицы Ленина троллейбус идет в общем то в принципе в том же потоке Александр Евгеньевич ну и последний вопрос люди уже в Макеевке могли оценить что достаточно большое количество остановочных комплексов сегодня имеют презентабельный вид будут ли скажем так эти тенденции продолжены уже поодаль от центра районов тем более центра города в этом году как раз в основном силами районной администрации проведена достаточно серьезная работа и не только на центральных улицах города появились новые остановочные павильоны но и в том числе поселки вот пусть это не павильон пусть это всего-навсего навес но тем не менее в поселке конечная остановка он имеет хороший вид покрашен аккуратно все нормально выглядит появились два павильона на улице Ленина у нас в районе улицы Горького на 28 линии навесики появился у нас вот павильоном его можно назвать на конечной остановке троллейбуса в районе магазина букинист и я думаю что эта работа будет все равно продолжаться по мере возможности единственное мне бы очень хотелось конечно в первую очередь поблагодарить те организации которые помогают городу и тех меценатов которые вкладывают в это деньги которые отзываются на просьбы людей и в то же время обратиться к нашим жителям и к нашим пассажирам беречь это относиться к нему с уважением потому что в принципе это строится для вас же ну что ж большое спасибо Александр Евгеньевич что вы были гостем сегодняшней нашей студии спасибо что отвечали на мои вопросы и вопросы наших телезрителей я напоминаю что сегодня в ток-шоу с глазом на глаз гостем был начальник Макеевского отдела транспорта Александр Кореньев соответственно говорили мы о той ситуации которая сегодня складывается с макеевским пассажирским транспортом несмотря ни на что верьте лучше всего вам самого доброго и до свидания а а а а а а и а и а и и Продолжение следует...